Руками трогать можно. Для школьников из города Байкальска проводят экскурсию по музею трудовой славы Ангарской нефтехимической компании. Так выглядит индивидуальное средство защиты. В этом году музей празднует свой 30-летний юбилей со дня основания. Первый директор Богомолов Геннадий Иванович, который, уйдя на пенсию, с высокой должности, он, уйдя на пенсию, начал создавать этот музей. Он в течение двух лет собирал экспонаты. Экспонаты связаны не только с историей АНХК, но и города Ангарска. Всего в фонде более 34 тысяч экземпляров. Это один из крупнейших корпоративных музеев при Ангаре, двери которого открыты для всех желающих. Участие в праздничных мероприятиях принимают ветераны труда. Это гордость города, и все гордятся этим, продукцией, и вообще, ну, я считаю, это самое главное предприятие города. А уже остальные за ним идут. Руководство музея трудовой славы шагает в ногу со временем. Накануне юбилея внедрили новинку. С помощью мобильного приложения по QR-коду можно получить еще больше информации не только об экспонатах, но и ангарской нефтехимической компании в целом. Анастасия Цыганкова, Константин Синицын. Новости сейчас.